здравствуйте друзья доброе утро спрашивают про торренты и насколько это легально вот качать что такое в сша и что за это может быть точнее сама история такая что девушка тут два года два месяца всего как стране и она что-то там качнула а другая девушка которая здесь давно ей говорит что ты говорит она что ты разве можно это же вот могут и наказать в общем она все удалил и торрент сам куда-то удалил и так далее в общем спрашивает как мол с этим быть я знаете что вспомнил я вспомнил анекдот на эту не на эту тему но так похожий ситуативно как одна бабушка другой говорит ты знаешь давеча стою на остановке поджидают рамвай так ты что разве можно так ты что это шо я сказал это как что-то сказал слово жить нельзя говорить над ведь еврей выговорит а действительно как-то не подумала и говорит ну ну конечно это о чем речь вот короче стою я давеча на остановке и под евреи будет рамвай значит что у нас с торрентами доносик ой ведь кошмар какой ну давайте так значит безусловно мы мы все знаем что такое там скажем воровать в частности это брать без разрешения это тоже воровать чужое и есть организации которые плохо относятся к тому что у них что-то берут без разрешения тут есть порог некоторые состоящие в том что ты конечно можешь бороться с тем что тебя берут без разрешения но цена борьбы может оказаться намного выше чем навар от этого поэтому что ж тут скажешь то поэтому и не борются но зависит там это как бы отдельная тема но значит как могут в принципе пострадать люди которые качают что-то с торрентов чисто в практическом ключе вот из того что я на форумах встречал могут вот провайдер может человека отключить вот допустим он через какого-то провайдера до подключился к сети а потом что-то такое там покачал и провайдер говорит знаешь чего может быть и отключаем наверное есть другой провайдер которому можно подключиться это не массово ребят люди качают с торрентов в основном кино накачают вот поэтому а софтвор конечно софтвор ключи всякие там открывалки кто чего во всяком случае ну конечно есть те у кого есть copyright владельцы и они они ничего сделать вам тут не могут но действительно они могут работать с интернет провайдерами чтобы те отключали я не слышал чтобы это было массовым иногда вдруг какие-то случаи это скорее больше чем куда больше как курьез но тут есть другая как бы составляющая другая составляющая состоит в том что вы сами себя должны спросить сами себя ответ может быть разным тут я не нет одного ответа но вы должны сами себя спросить если я знаю что что-то делать плохо я буду это делать потому что я верю что меня не поймают или я все равно не буду этого делать даже если вероятность то что я поймают практически равна нулю вот буду делать что-то что-то плохое и люди дают разные ответы понимаете вот и это же не только например ну скажем когда качают какой-то контент который кому-то принадлежит тот же троллинг например ведь никто же от своего имени не идет и не пишет там поганые комментарии пройти никто никого не оскорбляет от своего собственного имени ну то есть если есть человек то это честно и с ним можно разбираться там судебном порядке и так далее то есть есть как бы механизмы но они же этого не делают они же прячутся хотя они специально прячутся чтобы пойти сделать какой-то грязную дрянь потому что это то кто они есть поэтому вы себя спросите я чистый или я грязный буду ли я делать грязно и понимаете при том что я вот меня может быть даже и не поймают и когда дело доходит до денег тут есть тонкость некоторые значит учат приехал от он новенький у него у него нет столько денег вот чтобы пойти там я не знаю купить что-то что вот он может взять взять и качнуть если это для него там жизненно необходимо там или что-то это одна история но допустим он для профессиональной работы нужно я не знаю или он там английский язык учит что-то такое для него тоже очень важно то есть это как бы одна одно дело то есть во всяком случае хотя бы понятно что для него это очень-очень важно если он просто кино качает вместо того чтобы там трешку пятерку заплатить его посмотреть это уже как бы сказать это другая совсем категория это уже люди которые воруют потому что не могут не воровать это друг другое поэтому но еще раз вот есть есть некоторый нравственный аспект я я не хочу сказать что мы все являются носителями там одной и той же нравственности нет конечно поэтому каждый для себя там но поскольку вопрос было о наказании возможным я с трудом себя представляю чтобы кого-то наказали там там девушка еще могут даже в тюрьму посадить конечно могут в тюрьму посадить но не за не за кино которое вы качнули в тюрьму не за это сажают есть ситуации да теоретически да но это речь идет не о том чтобы частного человека индивидуального посадить в тюрьму за то что он что-нибудь там качнул с интернета нет нет конечно бесплатно воспользовался чем-то пусть даже довольно дорогим за это в тюрьму не сажают я я ни разу не слышал чтобы какое-то частное лицо оказалось тюрьме просто за то что вот это частное лицо чего-то качнула там и воспользовалась в личных целях так что это старая история это старая борьба я помню еще такой плакат был в середине 90-х вот в софтверных компаниях его любили вешать значит там такой человек был в наручниках точнее человека нет вот видно что руки в наручниках надпись была такая значит вот там возьми софтвор там значит бесплатно и вот получишь бесплатно вот этот хардвер да значит и вот хардвером были научно наручники софтверные компании всегда очень болезненно переживали что у них качают бесплатно они пытались технически защищаться все это очень сложно и теперь мы имеем связи с интернетом мы имеем производителей значит и музыки и видео и фильмов соответственно и так далее это очень большие мощные индустрии с много миллионными миллиардными оборотами и так далее в общем нет еще решения этому всему мы посмотрим как дальше пойдет хотя вы видите вот например тот же youtube как бы это элемент решения то есть я могу повесить фильм на ютюбе и люди будут смотреть только и какие-то клики значит там будут происходить какая-то реклама и тоже какие-то деньги то есть я могу конечно пустить на самотек и сказать но тот кто качнет тот будет смотреть бесплатно могу сам повесить сам на своем канале там диснеевском могу повесить это кино и там десятки миллионов людей будут смотреть и глядишь там накликает какая-то сумма вполне достойно так что может быть может быть в этом решение не знаю так что подождем посмотрим я думаю мы еще доживем до того как все это решится кардинальным образом каким-то пока не знаю каким счастлива